Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос, как устраивать отношения с кровью, если она меня недолюбливает. При этом мы всегда к ней во всем прислушиваться и делать так, как она говорит или советует. С самого начала нашей семейной жизни, делая ремонт, мы покупали обои, которые надо брать. Мое мнение для мы же ничего не значит. Когда у нас родился ребенок, то она всегда вмешивалась в его воспитание недоверяемым действиям, и муч вел себя так же. По телефону свою кровь не отстраивала моего муча, проконтролируясь, чтобы она сделала именно так. Я же знаю, что она будет делать по-своему, тем самым настраивая нас на конфликт. Полное недоверие моим решениям и действиям. И до сих пор. Сейчас, внутри года, ее очень беспокоят, что внук, играя, раскидывает игрушки и бьет начинки друг от друга, делая авару. Она считает это проблемой, говорит они в семье, никогда таких детей не было, все игрушки всегда сами складывали, очень берегно играла. Последней каплей моего терпения стали ее слова о том, что точно себя такой, это ваши гены, признавайте, кто у вас в семье таким был. Теперь каждый раз, когда мы к ним приезжаем, они всегда в шоке от внука, эмоции сильно, что он весь такой неправильный, громко шумит. Утром спать не дает, игрушки раскидывает и капризничает, какой невоспитанный ребенок. И дети такими не были никогда. При этом вся вина ложится только на меня, муж тоже считает, что он за меня такой, ну как бы ни при чем. Он знает толк воспитания, но не лупить, я не даю. Так кто прав? Идеальная звигровь или я неправильный матч? Каждая поездка к родителю мужа для меня пытка, меня как будто не как будто сильно становится, что у меня такой неправильный ребенок. Хотя я понимаю, что это все особенности возраста и психики ребенка. Ну смотрите, даже в своем тексте вы умудраетесь немножко манипулировать. То есть, понимаете, как бы, если мы вам скажем, да, ну, сначала, что право свекровь, что вы сделаете? То есть, понимаете, какая проблема в том, что вы ищете право? Ну, простите, это борьба, а вы боретесь. А на самом деле сложно заключается в том, что вы изначально мирились тем, что муж не прислушивает сквад, вот. А вы, получается, принимали то, что он с вашим мнением не считается, вот, что вы это принимали. А принимали вы это, потому что у вас, собственно, вот, есть проблема с самооценкой и есть проблемы с тем, чтобы себя чувствовать, то есть, ну, замечать, то есть уверенность в себе. По-видимому, есть еще страх, например, остаться слабым и так далее. Понимаете, да, то есть, как бы, вот, вас почему-то, почему-то не насторожило. Вот, ну, у меня, собственно, к вам вопрос только один, на что вы надеялись, что... что мужчина изменится, как бы надеялись, или на что-то еще. Ну что, понимаете, да? Выпускает и... ну, такой... другой вопрос. Еще. Что вас объединяет и что у вас общего с мужем. Это первое. Ага, первое, на что, вот, нужно обратить внимание. Второе, на что нужно обратить внимание, то, что вы обвиняетесь в рекламе. У вас конфликты с мужем, но по факту, дело здесь не в крови, а в том, что вы с мужем. Каждый из вас, вот, вносит свой вклад в этот самый, ну, в этот самый конфликт. А, вот, и... Собственно, ну, при чем, как бы здесь, Сукрофт-то вообще такова, да? Вот. Сукрофт здесь абсолютно ни при чем. Сукрофт просто в этом смысле, в этом смысле, Сукрофт продвигает, ну, какую-то вот свою модель поведения. Сукрофт продвигает свои ценности, что нормально, в принципе. Для любого человека, ну, для любого человека подобные вещи нормальные. Но не делайте это только, судя по всему, вы. Потому что вы, как раз, вот, получается-то, что Рассчитываете все время на то, что, ну, вас услышит. Что это все закончится. Вот. А если вы изначально мирились с этим, вот, при том, ну, вот, при том, что, судя по всему, вы не принимаете такое поведение. Такое поведение неприемлемо. Вот. А со стороны, ну, как бы, ну, со стороны мужчины, да? Что... Получается, что вы терпели и мирились из какого-то чувства. Вопрос только в том, что это за чувство. Вот, что это любовь, страх, это какая-то потребность, это компенсация на чего-то. Чего-то с чем-то, для чего-то. Вот. То есть, вот, на данный момент все эти ссоры остаются, как бы, без отряда. Вот. И, собственно, собственно говоря, со всем этим, помимо того, что вы испытываете комплексы и стыд, что с вами что-то не так, вот и нужно работать. А дальше уже решите, что делать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.